добрый день с вами художественная школа империи пикчеры сегодня покажу вам как нарисовать будку простым карандашом а если вас интересует тема простого карандаша то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других онлайн курсов но мы начинаем рисуем сначала прямоугольник далее разделяем его на две части правая сторона у нас будет более узкая левая пошире после этого рисуем две линии которые поднимаются слегка вверх от них поднимаем вверх вертикальной линии и рисуем еще две стороны нашей будки у нас получился параллелепипед точнее его передняя часть левую сторону делим пополам и поднимаем осевую линию вверх от которой рисуем крыши был крышу будки после чего прорисовываем насквозь параллелепипед и то же самое делаем с дальней стороной находим ось и рисуем еще одну осевую линию и крышу то есть получаем параллелепипед от сверху пирамиду после этого сверху уже на сформированные крыши мы дорисовываем две толщины то есть две такие деревянные балки которые у нас поднимаются чуть выше то же самое я делаю с другой стороны немножко сильнее делаю выступ крыши над основной основным корпусом будки внутренние линии стираем чтобы они нам не мешали после чего мы примерно рисуем где у нас пройдут деревянные досточки от будки прям вдоль тех линий которые мы нарисовали самые первые рисуем углы на будки это вертикальные такие уголки нашем случае обычные линии после этого нужно нарисовать сам ход в будку то есть отверстие в нашем домике ориентируясь на центр мы создаем симметричная симметричный проход также внутреннюю часть параллелепипеда мы ее видим и как раз таки оставляем внутри будки после того как будка построена мы берем hb карандаш ну собственно тот карандаш который мы с вами рисовали и полностью заштриховываем всю будку мы заштриховываем ее либо вертикальными линиями либо вдоль линии которая у нас поднимается вверх то есть немножко такой горизонтальная линия поднимающаяся вверх вот сейчас как раз таки этим штрихом я и про штриховываем наша задача с вами набрать общий тон будки ну и сразу определиться где у нас свет а где тень так как свет источник света находится с левой стороны то с правой стороны будка становится у нас темнее и крыша будет более темная и сама правая сторона будки будет более темная и насыщенно так как она находится у нас в теневой части про штриховываем крышу одни штрихи вертикальные вдоль направление крыши, другие горизонтальные, также вдоль ее направления. После того, как мы заштриховали бледненько всю будку, с правой стороны обратите внимание, что будка у нас потемнее, мы берем уже карандаш помягче и начинаем прорабатывать нашу будку сильнее. Первое, что мы делаем, это падающую тень от крыши на саму будку. Здесь я взяла уже мягкий карандаш, это может быть B, 2B, 3B, может быть M, мягкий карандаш, 2M, 3M, то есть двойная мягкость, тройная мягкость, или B. Вот у меня лично русские карандаши, у них буковки идут M. Также я рисую Кахинором, у них всегда идет аббревиатура B. Ну, этим мягким карандашом я усиливаю крышу, делаю ее потемнее, плотными-плотными штрихами, особенно обратите внимание, что край правый такой более насыщенный, более темный. Убираем все белые дырочки, штрихуем аккуратненько. Стараемся штриховать остро, плотно друг к другу. Ну и сразу я рисую такие направляющие. Ближе к нам они более темные, дальше от нас они высветляются. Теперь нам необходимо высветлить, точнее вывести на передний план угол, который к нам ближе всего, а выводим мы его за счет контраста. То, что к нам ближе, мы прям хорошенечко это все подчеркиваем. Ну и туда дальше плавненько все это вводим. Прекрасно. Боковые речки тоже делаем потемнее. Также делаем правую сторону более темную, проштриховываем ее еще раз. Ну и конечно же сами досточки. Ближе к нам они опять же сильнее выделяются, дальше от нас чуть-чуть светлее. Внутреннюю часть будки обязательно затемняем, потому что все-таки там в будке тень, поэтому все внутренние части будут более темные. Аккуратненько проштриховываем, особенно дальнюю стенку, которую мы видим, кусочек этой стены. После чего мы рисуем падающую тень от самой будки в будке. Вот как раз я ее сейчас и делаю. Это падающая тень. Толщину обязательно тоже затемняем, так как правая сторона на будке более темная, то и внутри вот эта толщина тоже должна быть более темная. Чуть проштриховываю внутреннюю часть будки. Выравниваю отверстие. Ну и теперь нужно прорисовать уголок и деревяшки. Прорисовываем их вдоль тех, которые у нас с правой стороны, потому что это одна и та же балка идет, один и тот же слой. Делаем их поярче. Поярче это значит потемнее, чтобы их было лучше видно. Проштриховываем все. Ну и в принципе практически готово. Сейчас сделаем еще падающую тень непосредственно от будки, чтобы она стала более реалистичной и встала у нас на плоскость. Ну и что-то где-то подчеркиваем прям посильнее. Например, то, что к нам ближе. Да, вот уголок крыши это самое-самое близкое место к зрителю, то есть именно к нам. Поэтому мы его выделяем посильнее. Да и сам уголок будки также подчеркиваем поярче. Внутреннюю толщину еще затемняю посильнее, особенно сверху. Немножко дорабатываю заднюю часть будки. Делаем детализацию. Проходим еще раз, просматриваем, что нам можно сделать так, чтобы стало еще лучше. После этого вычищаем весь листик. Все, что у нас случайно размазалось. И готово. Подписываем работу и присылаем мне в инстаграм. Империя Пикчер Онлайн. Вот такая вот будка у нас замечательная сегодня получилась. А вы не забывайте ставить нам лайки, подписываться на канал и оставлять хорошие, добрые комментарии. Также я жду вас на нашем зоочном обучении. До свидания. Пока. До новых встреч. Рисуйте вместе с нами. Рисуйте вместе с нами.